Сегодня у нас в режимах неполной занятости, это ключевой индикатор, работают всего лишь 250 тысяч человек. То есть не приходится пока, к счастью, говорить о том, что грядут какие-то очень серьезные сокращения. Но это не означает, что мы не будем работать с дополнительными мерами, это не означает, что в ряде регионов и на ряде предприятий могут возникать непростые ситуации, просто за ними надо наблюдать и смотреть, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Максим Топелин отметил, что в России безработица сохраняется на достаточно низком уровне, в пределах 5,5%. Но по его словам, еще несколько лет назад в стране были рекордно низкие уровни безработицы, которым нужно стремиться. У нас были рекордно низкие уровни безработицы, в пределах 4,5%. Это были очень хорошие результаты, и мы очень гордились этими результатами. Это означает, что нам придется сделать много работы для того, чтобы достичь лучших показателей безработицы. Максим Топелин отметил необходимые совместные усилия со стороны социальных партнеров, представителей работодателей и профсоюзов. Кроме этого, Министерство труда и социальной защиты России планирует выделять субсидии регионам для борьбы с безработицей. Министерство готовит соответствующее решение правительства. Пока его нет, мы работаем с коллегами для того, чтобы его подготовить, потому что мы должны иметь инструменты для купирования различных ситуаций, если они будут происходить. Я бы не сказал, что надо стремиться к получению этой субсидии. Наоборот, если регион как раз не получает эту субсидию, и у него экономика такова, что обеспечивает нормальное развитие всех предприятий, то это как раз наоборот наиболее лучший показатель. Алина Гребешкова, Дарка Юмов, Городской телеканал ЮТВ.